Спасибо. Я бы хотел, как бы люди озвучили такую проблему, только они смотрят с другой стороны. Когда говорят, широкорядный даёт больше урожая. Это неправильное философское понятие. Что нужно сделать ещё, чтобы он больше дал? Если совсем не сеять, то, конечно, чуть-чуть посеял и начинает лучше урожая. Давайте зайдём с другой стороны. Вот мы закладывали опыт от 15 сантиметров до 70 сантиметров. И у нас немножко по-другому расклад. Недобор урожая от неправильного посева. То есть вот желательно в своей зоне сделать заклад опыта. И не в один год, а в несколько лет. Если, ну, даёт урожай от 10 центнеров до 35, мы видели, то это немножко рулетка. При малой урожайности перспективной, ну, вот мы боимся и говорим малую урожайность, сеем 400 тысяч. Если мы знаем, что вот хороший, ну, вот бабушка сказала, к примеру, или приметы привели, то можно сеять до 200 тысяч. Я не представляю, когда нут имеет 1000 семян 400 грамм и сеять миллион, то это вы деньги мне как автору сорта, как продавцу сорта влаживаете. То есть, ну, дело в том, что это мы рубим суп, на котором мы сидим. Кто сказал миллион сеять нут, ну, человек не планирует дальше продавать нут. Потому что себестоимость при урожайности в 10 центнеров просто съест одни семена. То есть, если, конечно, 30, 20, 30 получать, то это будет оправданно. По поводу ветвистости. Если урожай больше 15 центнеров, идёт ветвистость. Мы залаживали опыт, при любой урожайности 30-35 сантиметров достаточно для того, чтобы не снижалась урожайность. При 40 сантиметрах и выше идёт снижение при низкой урожайности нута. Вот мне прямо это сильно заделось, то, что ошибку допускают. И когда я слышал миллион, ну, это купить и больше. Когда мы также по подсолнечнику говорим и по кукурузе, давайте сеять 100 тысяч, 90 тысяч и начинают приводить примеры на поливе. То есть, даёт буклет, вот смотрите, на поливе при 120 тысяч сколько дала кукуруза. Это то же самое у нас по ноту. То есть, должно быть оптимальность и эксперименты закладывать на малых площадях, если кто-то хочет проверить, а возможно ли потенциал при густоте семени. Если мы сеем 150 килограмм, 170, если человек увеличивает в три раза, то сколько же он рассчитывает получить бобов на одном растении? Ну, это нужно немножко арифметику. Подойти посмотреть на это растение. Вот у нас для того, чтобы кто приезжает брать семена, я выставляю растение и говорю, вот это растение высеяно при норме 400 тысяч. И посчитайте количество бобов. То есть, когда кто-то говорит, что нам советовали, я говорю, ну, вам советовали, а я вам показываю. Посмотрите и ознакомьтесь. И тогда же сомнения уходят. Ну, видимо, вот агроном, который не приезжал за семенами, не видел этого растения. Если бы он увидел, он не допустил бы этого. Ну, это деньги на ветер. Тема, конечно, нута очень интересная. В этом году нут для нас является лучшей культурой. Ну, не только для нас. А тот, кто вложил стратегию все в оборот и заложил нут, сейчас очень довольны. Нут — сложная культура. Когда сказали, что по городку все так же, как по пшенице, я как бы не могу сказать про нуту. К нуту нужно относиться очень внимательно. Начнем с протравки. Мы занимались протравкой инсектицидами, ушли на инокуляцию, где сложно совместить инокуляцию с инсектицидом. И мы добавили к инокуляции еще препараты, которые работают без химии. Мы трехкомпонентником работаем. Это не является секретом. Мы адаптировали. Вот у нас Константин Игорь, спасибо ему, он свел с людьми, привез образцы штампом. Мы эти образцы опробовали у себя. И эффективность была двойная, 50%. То есть вот один и второй при сравнивании мы увидели лучший результат. После этого мы как бы просили, дайте нам штамп вот в этом направлении. И в прошлом году у нас после уборки нута прошли дожди. И посеяв пшеницу, мы получили падалицу нута примерно с нормой 200-300 тысяч на гектаре. Ну, было. Это стояло поле жуткое, для анеагрономов. Кота видели пшеницу, раскустившуюся и в два раза выше стоял нута. Так вот, на этом поле, где получили двойную инокуляцию, то есть одна инокуляция прошла при активном росте нута, при нормальном, а вторая при падалице, мы получили 52 центера, а зимой для нас это рекорд. То есть, при том, что у нас урожайность 40 центеров, с учетом, что у нас 30-40% паров. Сейчас было больше, сейчас уменьшается паровая литка работа по прямому посеву, по нулю. Поэтому инокуляцию мы взяли и с учетом, что сего ворот 3-4 года, высеваем поля те, которые у нас технологически пригодны. У нас сложность рельефов, нахождение камня, и при уборке какие-то поля мы для нута не используем. Поэтому у нас нут не идет на строгом севобороте, а какие-то поля, то есть где-то теклины, где-то вымокают, мы его не используем. При посеве используем сейлку, также мы работали по сейлке ДМС, но когда замерили количество погрешности на рядке, то ДМС при нуте 8+, дает 40% погрешности межрядковую. То есть норму мы выставляем ровно до килограмма, там проблем нет на гектар, а когда в рядках начали считать, получили, увидели проблему, которую не видели до этого. мы решили теперь адаптировать сейлки к точному высеву по нуту. Но это мы в стадии решения, очень сложно, и не получается у нас это решение. При прямом севе в сырую землю борозда V-образная открыта, нут крупный не проваливается в дно борозды, и не получаем хорошей заделки. Это проблема. Мы ушли от дискового сошняка в сторону анкерного. Это как бы вот именно для нута более лучше, работать анкерным сошняком для посева, при прямом посеве. До этого мы работали и имеем опыт работы по классике. Здесь разницы нет. При обработке можно работать и баранование. Ну, как бы это технология агрономическая, я не буду это повторять. Есть такие нюансы, на которые вы желательно смотреть. На детали. То есть, чтобы не уходить от... Ну, не потерять эти детали. То есть, когда было сказано, что был опыт заложен без фунгицида, инсектицида, мы занимаясь сорта минута, высеваем до 50 разновидностей разных сортов. И есть один сорт, который зайцы съедает. Вы даже не представляете. В середине поля делянка 10 на 10, пробная. Заяц находит ее и до корня съедает. Остальное не трогает. То есть, при том, что боковский белосемянный очень вкусный, тот еще вкуснее, которым он поедает. Это не шутка, это вполне реально. То есть, насекомые очень любят это. И болезни тоже самые, плодятся на нуте. То есть, мы работаем... Нам сейчас достаточно одной обработки инсектицидом, хорошим инсектицидом. И две страховые мы, не глядя, работаем фунгицидом. По вот этому вопросу. По уборке. Уборка комфортная. Убираем после пшеницы. Комбайн работает. Единственное, чтобы поле было выровнено. Диссекацию делаем, не глядя, как правило. Сто процентов не бывает, чтобы не было сорняков. Сорняк все-таки где-то присутствует. Тем более, последние два года проходят дожди. Вегетационно. За счет этого мы увидели хороший урожай по нуту. Работаем либо диссекантом стандартным, либо работаем глифосатом. Глифосатом удобнее и интереснее работать. Мы работаем за 20 дней до уборки. То есть, это упреждающее. Если в виде страхового что-то случилось, там сорняк перерос, и боимся, что диссекация не пройдет, мы работаем большой нормой. Ну, до 3 литров, я считаю. Так мы снижаем, если с учетом, как мы уже выработали 500-й, достаточно 1-1,5 литра для диссекации. Нут 100% у нас нет нута мараного. От слова совсем. То есть, работая диссекацией, диссекацию, если провести правильно, и сорняк остановить в росте, то мы получаем качественный нут. По крупной нере, я не представляю, как можно наш нут было так вырастить с нормой в 300 грамм. Ну, это просто как нонсенс. Я, честно сказать, был удивлен, что может такое быть. У нас такого никогда не было. То есть, при посеве у нас всегда нут 360-380. Ну, одним словом, что вот сейчас, когда звонит покупатель и говорит, мы готовы купить 8+, что в нём было 70% достаточно. Наш нут имеет 85%. Крупного нута 8+. То есть, соответственно, сейчас очень, ну, начинают подходить, интересуются, скажите, какой формы, сделайте фотографию. Сейчас даже уже не фотография, просто спрашивают, какой нут по форме. Если форма наш нут и по вкусовым, и по форме востребована. Но если взять в пищевых ценностях, ну, как бы вот многие уже начинают пробовать, мы выработали формулу в котлеты, добавляя 30% нута. Тот, кто пробует котлету, он не определяет, что там находится нут. То есть, незаметен он замещение белка. Если в будущем, ну, это я не буду, как бы, гентоманией рассказывать, если бы наша пищевая промышленность добавит. Ну, хотя бы в семье дома мы от этого довольны. То есть, уменьшая животную пищу, добавляем растительные, не теряя вкусовые качества. Для этого работаем мы и с другими сортами нута. Но как бы больше мы уделяем внимание на боковский белосемянный, в связи с тем, что рынок пока берет этот. Два других нута, они у нас присутствуют, семена есть, определенные энтузиасты его берут и сразу задают вопрос, а как мы его будем реализовывать? Я говорю, будем сообщать. Ну, может, маяк будем подключать, скажем, давайте мы какую-то нишу вот у нас лежит, и потихонечку прудник будем продвигать его. Смотреть, пойдет он работать, значит, ну, соответственно, будем мы смотреть, увеличивать его в силоборотах. Пока гарантированно мы увидим боковский белосемянный у себя для выращивания. Семена у нас сейчас есть, пока достаточно, то есть по взятым заявкам, но если смотреть от прошлого года, ну, мы только начали, нас еще не все видят, знают, в этом году больше семян уже заказали. то есть документы вот мы готовим, и в течение недели, так хотелось, получим мы сертификат, и готовы уже отпускать те, которые сделали заявки. В зале есть уже те, которые здесь заявки подали, мы теперь ждем, как будет, потом отзваниваемся и отпускаем. Семена Юрьевич, а вы можете сказать, вот, на ваш взгляд, конкурентное преимущество боковского белосемянного по сравнению с известными волкоградскими ближайшими сортами приливают волкоградскими. Ну, давайте так, вот когда мы говорим о любом сорте, тот сорт, который мы стараемся выбрать, мы выбирали по технологически, по вкусовым качествам, по урожайности. И я вижу, что у нас сорт лучше. Пробовали сравнительную характеристику высевать, энтузиасты. Наш сорт на 3 центра дал прибавку. Это не мое задание или не мое желание, но просто люди, как говорят, мы бы хотели посмотреть, в какую корзину больше ложить яйца. По форме, сейчас, ну, будем считать, основные потребители рынка, им нравится вот рифленый нут, ну, то есть мы называем там голова барана, голова совы, и есть нут круглый, то есть круглый нут меньше спрашивают. Вот когда сразу спрашивают, первый, заградительный такой, он у вас случайно не круглый, то есть это как бы вот такое, кто будет выбирать, я не буду говорить, что только берите наш, каждый пусть выбирает и смотрит, но покупатели, еще плюс, у покупателя существуют свои нюансы для того, чтобы снизить цену. То есть, ну, это рынок, и, ну, это не пшеница, который, допустим, на риф позвонил или открыл в интернете и посмотрел. Это культура, которой нужно заниматься, и в том числе реализации. Значит, у нас флагман тем по продаже нишевых культур, это маяк, и я считаю, что это эксперты, которые нам на наши вопросы всегда могут ответить. Спасибо им за это, что они в этой связи работают. Добрый день, уважаемые коллеги. Мне, скажем так, вдвойне волнительно выступать на этой сцене, так как я сам представляю Воронежскую область и Северо-Ростовской области. Сам родом я Зернограда. Здесь родился, учился, вырос. Но судьба закинула чуть дальше. Немножко остановлюсь и в нашей компании расскажу. Группа предприятий «Агросоюз» входит в состав группы предприятий «Протек», в которую входит также крупное семеновское хозяйство, агрофирма «Павловская Нила». Общий банк у нас свыше 85 тысяч гектар земли. Конкретно «Агросоюз» у нас 27 тысяч пашни. Из них 14 находятся в Ростовской области, 13 – в Воронежской. В Воронежской – это Богучарский район, в Ростовской – это Чертковский, Верхнедонской районы. Районы, скажем так, не самые лучшие для занятий сельским хозяйством. В структуре наших пассивных площадей порядка 60% озимой пшеницы, 15% подсолнечник, 10% пар и 15% – это оставалось на лен, соя, нут. В общем, занимались понемножку совсем. В 2023 году мы объемы… Ну, вообще, изначально как бы заинтересовались бобовыми. В каком плане? Это хороший предшественник, именно как предшественник под озимую пшеницу. У льна проблемы там, неплохой предшественник, но проблемы с обработкой почвы. То есть, это пакля, потом не дают посеять, приобрели сейлки прямого посева. Но все равно проблематично. Но экономика показала, что нужно двигаться в сторону бобовых. То есть, если брать Ростовскую область, то здесь мы с соем не получается у нас. Воронежская там получше, то вот здесь мы остановились на нуте. Изначально занимались там… Сорт Прива-1, сеяли его сплошным селом, а крупности даже никогда не заморачивались. То есть, посеяли там, 18-20 получились, реализации проблем не было. Единственное, там, в 2017 году был обвал цены, как бы, и мы практически ушли от нуты. Ну, потом вернулись опять. То есть, на сегодняшний день у нас возимых посеяло 40%. То есть, высвободились вот эти 20% посевных площадей. Чем их занимает? Подсолнечный. Вот так, на пределе. Соленовлен проблематичен. Вот пошли в нут, начали другие сорта рассматривать. Волжанин 50-й. Но особенно хотел остановиться на Боповске-Белосемянной. В том году мы купили, попробовали. Позакладывали там ряд опытов. Понятное дело, нам рекомендовали норму высела. Мы там сумничать решили там по-своему. Сплошным сели, с широким междурядием. Ну, вот про результаты я хотел остановиться. Значит, нас на делянке вообще без инсентицидного протравителя, без обработок фунгицидами какими-то. То есть, давайте, наверное, вернусь вообще про технологию. Сначала расскажу про общую. То есть, предшественник у нас под нут всегда зимы и пшеница. Выбираем поля наиболее чистые, так как внуки бороться с сожженными растениями проблематично. Почва обработки у нас глубокое рыхление на глубину 27-30 см. Обязательно внесение почвенного герпицида. Всегда вносили Мерлин, потом Мерлин в Плексе. В том году проблемы большие с герпицидами. Внесли прометри. Дождались первую волну подсолнечника. То есть, у нас бич в основном там подсолнечник. Накрыли глифосатом. Со второй волной уже как бы боролись с диссекацией. Ну, вот так вот. И у нас диссекация. Это глифосат. 2,5-3 литра. В зависимости от 500-540. Вот, в принципе, прямое комбинирование. Все. Теперь вот вернемся к опытам. То есть, экономика заставила нас учиться получать крупноплодный нут. То есть, там разница в цене очень значительная. Поэтому начали пробовать учиться. Сеялка у нас ДМС 9000. Междурядия 18-75. То есть, будем назвать 18-75 это сплошной посев. 37 см. Это через междурядия. Это широко ряда. Норма высева у нас составляла от 600 тысяч до миллиона. То есть, на прямом севе миллион. На широко ряда 600 тысяч. И вот на делянках, где мы не инсектициды, ничего не применяли. Вот. При сплошном севе урожайность составила 23,3 центнера. Масса 1296 зерна. При этой же всей технологии на 37 см. Урожайность 26,5. Масса 1305. Ну, разница по содержанию была в количестве зерен в бобике. То есть, ну, как вот. Значит, еще мы решили заложить такой опыт. То есть, мы всегда видим, у нас минирующая муха шкодит на муке. И когда мы ее видим, это уже поздно. То есть, мы когда повреждение увидели, она уже сделала свое дело. Мы заложили для себя опыт, обработали семена имидоклопридом. Вот на этой делянке у нас урожайность по сплошному севу составила 25,3. По широкорядному 27. И отработали еще одну делянку. Мы отработали фунгицидом. Ну, против болезни. Здесь урожайность на сплошном 26. С междурядием 37. У нас 28,2 урожайность. Масса тысячи составила вот на последней делянке 320 грамм. Ну, как бы я уже говорил, что нам как бы рекомендации давали. Да, вот в этом, я думаю, будем другие нормы высева конкретно на боковском белом семян нам закладывать. Ну, убедились, учли. Будем дальше продолжать. Также закладывали по минеральному питанию. Опыты это сухие. Ну, диамоний и фосфат 50-100 килограмм. ЖКУ 50-100 килограмм. ЖКУ 50 плюс КАС 50. Ну, в этом году разницы особо как-то не увидели. Будем продолжать. Ну, год. Я считаю, это связано все-таки. Год был более-менее влажный. В Зеленоградском районе там 500 миллиметров. У нас 350. Как бы у нас. Этот год до нас побал. А так у нас в среднем 350-400. Это мы очень довольны. Ну, коротко все. Если будут какие-то вопросы, мы попробовать ответить. Друзья, какие вопросы? Ну, то есть, экономику вот можно ну-то посчитать. Я не беру. Да, это было бы интересно. Я не знаю. Друзья, это очень широкорядный у вас показало преимущество. При этом он и дешевле по затратам на семена и на другие вещи, да? Да, но это порядка прибавка только дает порядка 15 тысяч на гектаре. Это только прибавка. То есть, я не беру сейчас разницу семена, стоимость семян. И обработка семян этих? При одинаковой все абсолютно обработке. Но я имею в виду объема семян, да? Больше, значит, или больше за соревнованием транспорта? Конечно, конечно. Или на сем, или на вся соревнования операции? В этом году сейчас вот тут уже обозначали, что проблемы с семенным материалом подсолнечника, как бы, будут, да? Мы будем уменьшать подсолнечник и все-таки увеличивать ноль. Ну, то есть, рентабельность нута на сегодняшний день мы его реализовали не как крупноплодный, как просто там товарный. 52 рубля, при урожайности 25 центнеров, как бы, ну, подсолнечник курит в сторонке. У нас нету 40 центнеров подсолнечника, у нас 25 это хорошо. И цена 23 рубля, то есть. И 25 нут, ну, при цене 50, как бы, ну, совсем разная экономика. Рынок диктует. А вы продавали нут как обычный? Как обычный, не как крупноплодный. Дело в том, что у нас был посеян, основной объем был посеян все-таки сплошным севом. А вот здесь мы только это начинаем изучать для себя, именно сорт изучаем. Ну, вот что я отметил, там, урожайность, он при... снижение нормы высева, он ветвится лучше. То есть, как бы, за счет этого, то есть, ну, будем снижать еще, в этом году будем снижать. Закладывать будем продолжать, норму высева дальше будем снижать. Ну, а ставку будете делать на какой лесок? Ну, пока волжане 50. Почему пока? Потому что, пока семена у него есть. То есть, как бы, мы брали элиту, там, у меня первой репродукции хватает. На сколько-то, в боковского белосеменного хватит. То есть, ну, пока все-таки больше продолжаем. А вообще, блин, что показывал? Разница между крупносемянным и рядовым, но, там, вы об этом рассказали, что разница в цене заменена. А какое она была? Боюсь, в Саурат мы по 52 продали. Круплоклодные свыше 70 стоят. О-о-о, да, тут действительно, это здорово. То есть, волжане 50, он... Ну, не прошу, ну, он как, заранирован, как крупноплодный, но у нас он не получается крупноплодный. А боковский... А боковский мы еще чуть норму высеваем, меньше, но получится. Более чем, да, то есть, там потенциал есть. Ясно. Друзья, вопросы с ломовым домом. Павел, пожалуйста, представьтесь. Добрый день. У Акуленко Ивановна Сокровская. Два вопроса. Первое. Уделяете ли внимание инокуляции, скажем, на сетях, и технологичный сутбор? То есть, сроки уборки и москоплодная байя, как это все у вас складывается? Значит, что касается инокуляции, 100% надо делать инокуляцию, пока не пройдет ротация. То есть, когда будет почва уже... Ну, мы находимся там, где у нас бобовых, от слова, не было очень давно, совсем. То есть, поэтому мы пошли в инокуляцию, да, мы увидим клубеньки. После инокуляции. Без инокуляции не сеяли, не знаю, может они без инокуляции будут, но в чем я сомневаюсь. То есть, пройдет ротация, а там будем смотреть. Будем дальше применять, и будем дальше. С аппаратами это коммерческое таймер? Коммерческое таймер. Ну, я потом в личном могу рассказать. Что касается уборки. Уборка у нас, ну, там, ориентировочно с 15 августа в этом году была. Ну, настройка комбайнов, я не знаю, элементарная, под барабанья сбросили, там, не высыпается, ничего. Я, в принципе, в уборке проблем не видел. Проблемы были, вот, кто затянул с уборкой, то есть, ребята, второй раз отработали фунгицидом, понадеялись на то, что он опять зацвел, мы еще доберем урожай, а к ним прилетело, наверное, третье поколение уже, совки. В общем, они там убрали вместо своих 23-х там 18-х, то есть, поэтому мы не стали продлевать жизнь, ну, тут сделали десекацию, убрали. Нут весь проданы? Весь. Пшеница вся продана? Нет, пшеница пока не вся. Самая бюджетная культура, вот? Нут. Аплодисменты. Дорогие друзья, у вас здесь есть? Здесь вот сейчас озвучили, там, рентабельные культуры, там, пшеница, у нас пшеница 45 центов. То есть, мы при наших общих хозяйственных затратах, там, порядка 45 тысяч на гектар, ну, это все накладные, мы 45 получили, то есть, мы сработали в ноль по пшенице. Совсем, под словом, совсем. Поэтому мы ее уменьшили на 20%, и я не вижу потенциала, там, что мы завтра там 60 получать начнем. По Воронежской зоне, да, у нас чуть больше клина земли. Ну, а подсолнечник, ну, 23 на 25 умножить. То есть, там, практически в два раза меньше. Да не практически, а в два раза меньше, чем вот. Пожалуйста, следует вам. Добрый день, динарадская колеска, машинка. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, предпочтите все-таки ваше широкорядное, 37, 35, или все-таки уменьшить норму и, как это... Смотря, что вы хотите получить. На крупноплодность, мое личное мнение, что нужно делать широкорядное, чтобы он ветвился. То есть, здесь вы все равно, как бы, такого не добьетесь, ветвление. Ну, норму в любом случае снижать не надо. У нас это осталось, я же объясню, вы занимались, приводим, сорт старый, да, и вот мы пришли к тому, что миллион сеем, и там, голову не ломаем. А пришли другие сорта, которые не совсем по-другому себя ведут. И тут, и волжанин снижать надо. То есть, не надо сеять миллион. Но я все-таки исполняюсь широкорядным посевам. Субтитры сделал DimaTorzok